Служебный вход Театральные истории с Григорием Заславским Здравствуйте, в студии СТФМ Владимир Аверин и, я не знаю, гость, не гость, хозяин этой студии, мой коллега Григорий Заславский, наш культурный обозреватель и ректор ГИТИСа. Приветствую, Григорий. Такая сложная задача стоит перед нами. Натолкнулась общественность на то, что сделался какой-то невозможный ажиотаж вокруг Щелкончика в Большом театре. Спрос колоссальный, очереди, давки, какая-то битва. Я, как человек, которого родители занесли в балетный театр в возрасте трех лет, наблюдал за этим просто с изумлением, потому что я не понимаю тех людей, которые давятся в очередь. Ну, а дальше, как человек, который все равно, так или иначе, занимается общественно-политическими проблемами, я задумался, а с чего вдруг? С чего вдруг? Вот это вот Щелкончик, который заполоняет сцены всех музыкальных театров, всех домов культуры. И ничего, кроме Щелкончика в новогодние, там, на Рождественские дни невозможно посмотреть. И тут спасибо большое, конечно, при службе Большого театра и Музею Большого театра. Они мне дали доступ к своей базе, к архиву. Так, интересно, и что? И я посмотрел, когда вот эта вот чума на оба наших оперных дома свалилась. И оказалось, что это все началось буквально в середине девяностых годов. До этого, прекрасно, там, знаете, в сорок первом году Травиата, в который Лемешев пел, там и Балмаскарад, там и Доргомышский, понимаете, там и Иоланта, в конце концов. Там много всего ставилось на сцене как раз в эти самые дни. Да нет, естественно, вот этой вот страды щелкунчиковой, когда утром и вечером, вот с утра и без конца, такого не было еще и 10 лет назад, мне кажется. Не-не-не, вот это уже в 2000-е годы, это уже... Потому что я помню, что, естественно, Николай Максимович танцевал 31-го в свой день рождения вечерний спектакль. Это было событием. Вот что есть дневной щелкунчик 31-го и вечерний щелкунчик, который самый ценный, потому что он короткий балет, его никто не начинал в 6 вечера, он начинал в 7, ну, естественно, люди, посмотрев спектакль, успевали к Новому году, к новогоднему столу вернуться домой. Вот поэтому, мне кажется, что еще совсем недавно этого не было, и я сразу же расскажу, как недавно я разговаривал с одним нашим замечательным преподавателем, профессором и балетным критиком Колесниковым, а он общается с Юрием Николаевичем Григоровичем раз в неделю, его посещает, ну, примерно, как Сиранода Бержерак, который рассказывает все новости. И для Юрия Николаевича было просто потрясением, что так удивительно, в общем, никогда не было. Ну, то есть было, но с каждым годом, вот последний как раз это время, это все нарастало, нарастало. Ну, и я все-таки не исключаю никакие конспирологические варианты. Мне по-прежнему воображается, что кто-то не был уверен, что Владимир Георгиевич напишет по своему собственному желанию заявление об уходе. И таким образом, конечно, здесь была немножко взвинчена эта история, не без чего-либо постороннего участия, потому что, ну, если вот эта вот женщина, которая простояла 49 часов, моя мама в таких случаях говорит, значит, силы есть. Потому что если у меня нет сил, если вообще мне нужно в туалет, я все-таки выйду в туалет. А 49 часов отстоять, все-таки мы понимаем, что есть очереди, в которых есть смысл стоять. И да, там, где стояло я 300 часов, и где меня не открыли засов, и есть очереди, в которой все-таки постоял-постоял, ну, нету 39-го размера, ну, что же делать, ушли, в конце концов, не последняя рубашка. И точно так же здесь, это же все-таки предмет роскоши пойти 31 декабря на щелкунчика. У меня, кстати говоря, с щелкунчиком 31 декабря связана одна анекдотическая история, и поскольку дело давнее, два директора Большого театра тому назад расскажу. Мне кто-то вот просил два билета на 31 декабря на вечер, и я обратился к своему знакомому, вы тоже его, естественно, знаете, и говорю, мне очень нужно два билета. Он говорит, пожалуйста, значит, в конверт две цены, приходишь в кассу Большого театра, я повторяю, это было больше 20 лет тому назад, еще до Анатолия Геннадьевича Иксанова, и, значит, берешь эти два билета. Ну, я пришел, значит, протягиваю конверт, я не помню, сколько там, 10 тысяч, или 8 тысяч, или, соответственно, по 16 за билет, и мне протягивают тоже конверт на мою фамилию, все, и там, наверное, два билета. Я выхожу из кассового зала на улицу, там, спускаюсь уже в метро, и решил посмотреть этот конверт, ну, заклеен тоже был, открываю там билеты один за другим. Я, значит, в шоке, не сажусь в вагон метро, звоню этому человеку, я говорю, мой дорогой, 30, теперь в 7 часов вечера люди не ходят для того, чтобы сидеть друг за другом, они хотят сидеть рядом, в антракте выпить шампанского и больше уже в зал не возвращаться. Вот, и он говорит, хорошо, приезжай, возвращай. Я приехал обратно, поднялся по эскалатору, вошел в кассовый зал, протянул от конверт, мне вернули обратно все мои деньги, то есть это там какой-то милиционер стоял, был еще милиционер, по-моему, а не полицейский. Так что, мне кажется, что за последние годы и Анатолий Геннадьевич Иксанов, и Владимир Георгиевич Урин сделали максимально все для того, чтобы выручка, которая до того оставалась в карманах и оседала в карманах спекулянтов, чтобы все это поступало в кассу Большого театра, и чтобы снизить вот эту вот самую маржу. На самом деле снизить маржу им не удалось, другое дело кратность уменьшилась, но сегодняшняя стоимость одного билета, рыночная стоимость реальная, вот потому что, с чем я сталкиваюсь, и с какими просьбами, и с какими рассказами о том, 250 тысяч за билет, вот этого года цена. То есть при цене в 20 тысяч это 12,5 раз. Естественно, когда билеты стоили 3 тысячи, то при вот этой рыночной цене в 50 тысяч это было больше, чем в 13 раз, в 20 раз почти доходило. Сейчас, конечно, вот это вот в разы уменьшилось, но сами суммы, конечно, они просто поражают воображение, сколько люди готовы заплатить. Но я-то даже про другое, потому что вот когда эта кратность, она и была, и есть, это значит, что есть спрос. Более того, я абсолютно уверен, что подавляющее большинство людей, которые ломятся на щелкунчика вот в новогодние дни, они свято убеждены, что это такая традиция. Вот это вот прямо традиция, которой надо следовать, и чем больше... Ну тогда лучше сидеть дома и посмотреть фильм какой-то из того новогоднего набора, который нам покажет по... Нет, но все-таки изысканная, но все-таки традиция. И если этим людям... Как это Оскар Уальд говорил, какое-то там простое незамысловатое удовольствие, последнее прибежище эстета, да? Да, вот. Но если этим людям рассказать, что все это было придумано в Соединенных Штатах Америки, конечно же, нашим бывшим соотечественникам Баланчаным, для того, чтобы... Ну просто, вот как здесь, вот в плохом анекдоте или хорошем анекдоте, у меня елки. Потому что за эти дни рождественские эта труппа, руководимая им, зарабатывала себе денег на год. И дальше можно было ставить Аполлона Мусагета, дальше можно было танцевать там... А я этого не знал, кстати говоря. Симфонию. Я про Баланчина эту историю вот сейчас впервые перед Эхером услышал. Вот это прекрасный маркетинговый ход, который он сумел в Нью-Йорке сделать. Дальше, действительно, вся Америка сошла с ума, и все трупы тоже как настеганные стали танцевать щелкунчика, потому что вот, ну, не знаю, что там, Валентинов в день или там, что там, когда тыкву они делают и Хэллоуин. Вот по той же схеме был разработан вот этот вот продажа щелкунчика. А дальше, почему-то вдруг, вот я говорю, в середине 90-х годов я смотрел по репертуару. И это все приходит сюда и начинает разбухать. И теперь, правда, люди свято убеждены, что надо вот эта вот самая изысканная традиция, пусть не всем доступная, но все-таки традиционно надо сходить. Причем надо сходить почему-то не на концерт, который делает Башмет в зале Чайковского. Традиционный же. Традиционный же, да. Почему-то не сходить на концерт, который, наверное, традиционно делает Уткин. Прошу прощения, Валентин, но надо отдать должность, что билеты на Башмета тоже распроданы. И вообще сейчас все распродано. И хороших спектаклей по-прежнему действительно много. И традиция ходить 31 декабря в театр, она тоже как-то не затухает, что очень приятно. То, что люди все-таки... Мы же понимаем, что количество зрительских мест в московских театрах и концертных залах это несколько десятков тысяч. И все забито. И это, в общем, хороший показатель для Департамента культуры Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, сказать, что, да, смотрите, все-таки это не 3%, это больше население Москвы ходит на какие-то такие вот, в общем, да, достаточно эстетские мероприятия, ну, что концерт Башмета, ну, концерт Башмета даже более изысканный. Тут, конечно, жалко вот то, о чем говорили, жалко трупу Большого театра, который, конечно же... Истопчет. Нет, самое главное, что эти люди возненавидят Челкунчика, и этой ненависти хватит аж до следующего декабря. Так именно поэтому, я думаю, Челкунчик исчез из репертуара во все остальные месяцы. Потому что, опять же, вот я посмотрел, я изучил эти самые документы, которые мне любезно предоставили в Большом театре. Челкунчик шел в феврале и в марте, и в июне, и в сентябре. И для людей, которые хотят посмотреть балет, была возможность посмотреть его, ну, хореографию и, в конце концов, солистов Большого театра. А когда это все впихивается в две недели такого чёса, когда по два раза в день бедный кардебалет одно и то же, каждый день по два раза на протяжении двух недель, можно сойти с ума, то это становится не... Мотив посещения, он не про хореографию, даже не про исполнителей, потому что уже не важно, кто. Главное, ближе к дате, ближе к 31 числу. Вот чем ближе, чем дороже. И для меня, как для человека, который, правда, искренне давно любит балетное искусство, это вот просто как личная обида воспринимается. Люди, вы не за тем идиоти. И тут я, поскольку разговариваю, я напомню, со специалистом Григорьем Заславским, который историю театра русского знает прекрасно, я вот хотел бы спросить. Вот мы как-то сосредоточились на музыкальном театре, даже на балетном театре, но, опять же, и в Москве, и в России, и в мире есть огромное количество драматических трупов, кукольных театров, не знаю, пластических или каких угодно театров. Вот есть ли тоже какая-то закономерность, что именно театры играли в рождественские новогодние дни? Смотрите, вот все-таки я хочу сказать, что Мариинский театр переплюнул большой. У них, например, 24 декабря щелкунчик три раза, а не два. Но надо отдать должное, Мариинскому театру все-таки афиша намного более разнообразная, чем сегодня вот... Но, опять же, тут сложно осудить, или, наоборот, не восхититься большим театром, который так, ну, откликается на рыночный спрос, потому что, ну, сказать, хорошо, хотя щелкунечка нет, будете там... Соломею слушать. Луиза Миллер. Да-да-да, Луиза Миллер в постановке, да. Георгия Ильича Саакяна. Вот, ну, или дай бог, для кого-то дай бог. Ну, вот. Но это, конечно, интересно. Интересно, потому что... Ну, вот я помню, в театре Образцова была, я не знаю, насколько сейчас сохраняется эта традиция, 31 декабря вечером играли необыкновенный концерт на протяжении многих-многих лет. И это такой, действительно, по-прежнему работающий с точки зрения юмора спектакль Сергея Образцова. И он вполне праздничный, хотя ничего сугубо новогоднего в нем нету. И тут ведь тоже, мне кажется, что все-таки Новый год, вот вы говорите, маркетинг, маркетинг, а это все действительно вполне серьезные вещи. Вот у нас, например, в учебном театре ГИТИСа... Вот давайте про учебный театр ГИТИСа. Серьезно, подробно, в следующей части программы поговорим. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский здесь, в этой студии, и мы вернемся после рекламы новостей, чтобы продолжить разговор о новогодних традициях в театре. СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИСТОРИИ С ГРИГОРИЕМ ЗАСЛАВСКИМ СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИСТОРИИ С ГРИГОРИЕМ ЗАСЛАВСКИМ Продолжаем нашу программу. Но здесь в студии Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, культурный обозреватель радиостанции Вести и ФМ. Мы говорим про традиции в театре. Закинули удочку в предыдущей части. А я вот, знаете, а можно я скажу? Я вот сейчас все-таки зашел на сайт Мариинского театра и не могу не восхититься. Ночь перед Рождеством. Римский Курсков. Это просто отдать должное Валерию Абисаловичу Гергиеву, которые таким образом вполне демонстративно, ну, можно сказать, практически как известная марка телефона, говорит, вот это модно. Но все-таки мы же не станем отрицать, что Гергиев – это тот человек, который может что-то предложить, то, что станет модным. Но, во всяком случае, я был в свое время свидетелем, никогда это не забуду уже, как я был в Лондоне, в Барбикане гастролировал театр Вахтангова в одном из двухтысячников Барбикана, а я пошел в другой зал, где лондонским симфоническим оркестром дирижировал Гергиев. И программку он составил, ого-го, Бородин, Римский Курск, ну, ясно, что Бородина просто никто не знает, естественно, в мире, ну, в отличие от Римского Курского, который все-таки более такой известный, благодаря, естественно, в том числе и балетной музыке. И на Гергиева собрался тоже тысячный зал. То есть он в данном случае может выбирать любую программу, и люди будут слушать. И то, что он ставит «Ночь перед Рождеством», это сильный ход, потому что он таким образом закладывает основы для другой традиции, которая вполне может сформироваться, и люди будут говорить, ой, мне вот, а что у вас, а у вас в Большом не «Ночь перед Рождеством», у нас «Щелкунчик», нет, мы хотим «Ночь перед Рождеством». А где у нас «Ночь перед Рождеством»? Вот в Мариинском театре где-то видеорекламу «Щелкунчик» в Новоте, в Новосибирске, где Владимир Абрамович Кехман, вероятно, вряд ли это без его участия, он говорит, «Щелкунчик» в той же самой хореографии у нас. Билет Москва-Новосибирск, Москва столько-то, стоимость билета в театре столько-то, гостиница столько-то, получается существенно дешевле. Кстати, поскольку уж вспомнили Валерия Бесаловича, я должен сказать, что, ну, все равно, у каждого из нас есть в жизни сколько-то абсолютно захватывающих воспоминаний, связанных там с театром или с музыкой, с концертами. Вот у меня одно из таких очень ярких впечатлений, это как раз когда Валерий Бесалович Гергиев дирижировал «Шахризады» и «Римского Корсакова». Это было невозможно восхитить. Просто когда вот ты забываешь дышать, вот до такой степени. Уж я сейчас не вспомню, было ли это ближе к Новому году или в какой-то другой сезон. Но то, что оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева способен таких высот достигать, это вот тут неодушно. И все-таки... Слушайте, можно... Я все-таки еще раз скажу про Мариинский театр. Они еще два щелкунчика разных танцуют на протяжении Нового года. И Вайнанина, и Симонова. Ну, Симонова-Шмякина. Но это все-таки здорово. Здорово. Ну, опять же, во-первых, есть своя традиция в Мариинском театре, сформировавшаяся по поводу того, что мы можем предложить и что-нибудь, что заставит публику выйти из зоны комфорта. И в этом смысле, конечно, вот Шмякин. Симонов — это то, что заставляет выйти из зоны комфорта публику, которая ждет пачку, что называется, на балерине, обязательно пуанты. Вот. Но мы сейчас опять уйдем в музыкальный театр. Да, значит, возвращаемся к нашему учебному театру, потому что это очень интересная история. Я когда пришел, у нас уже был такой человек, который арендовал нашу сцену на эти самые елки. И хотя он такой, почти что, персонаж из бизнеса 90-х годов, мне понравилось, когда он вдруг какой-то момент сказал, что он проводит социологическое исследование. У него несколько елок в Москве на разных площадках, ну, он же маленький, золотой, сколько, 180 с чем-то мест. А понятно, что бизнес, он начинается с каких-то совсем других показать. Вот. Для нас, нам не нужен тысячник, разумеется. И вот, вот этот человек, который у нас проводит елки, он каждый год проводит социологическое исследование, которое позволяет ему выбрать сюжет. И по его исследованиям, по-прежнему, самый большой успех гарантирует русская сказка. И поэтому он каждый год делает именно по-русски. То есть то, что ему говорят результаты этого исследования, он кладет в основу сценария. Потому что ясно, что билеты начинают продаваться заранее. И совсем не мультфильмы, не то, что вот как бы чем заполнены детские каналы. Нет. Вот Маша и Медведь, это да. Но Ватилиса Прекрасная и там Серый Волк и так далее, это тоже все по-прежнему работающие сюжеты. Нет, я имею в виду никакие принцессы там чего-то из Диснея. Нет. 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 Не принцесса из Диснея. Ну, во-первых, естественно, принцесса из Диснея требует серьезного согласования авторских прав. Нет. Поскольку мы говорим про социологию, то люди могли бы говорить нет, вот мы хотим это, но поскольку мы не можем, то тогда мы делаем про Василису. То есть именно русский сюжет, русская сказка, ну, то есть в Москве, то есть, наверное, там в Казани бы это была какая-то другая сказка, да, все-таки у нас такая разнообразная страна, может быть, где-то в республиках Кавказа это будет какая-то третья, четвертая, пятая история. Но в Москве, да, поскольку его интересует и он понимает, что только на московской публике он сможет провести вот эти вот все свои мероприятия. Я не знаю, где, в каких еще площадках он делает, но вот в частности у нас тоже... И для меня, естественно, было важно, чтобы это были наши студенты, которые немножко заработают, и я прекрасно понимаю, что для кого-то это, наверное, будет существенная часть в оплате следующего семестра, если они учатся на вне бюджета, если бюджет, но деньги все равно ни для кого лишними не бывают. Вот, поэтому мне это было очень интересно. Но, естественно, мы тоже думаем над тем, какие спектакли ставить. У нас есть какие-то более востребованные, есть менее востребованные. У нас Лика Рулла поставила тоже обыкновенное чудо, как и Иван Поповский, наш выпускник в Театре Вахтангова. И уже какие-то люди ходят и сравнивают, хвалят всех в Театре Вахтангова Князева, хвалят Рутберг, какие-то еще вещи не очень хвалят. Там первые действия, по-моему, 2.10 идет. Я немножко был растерян, когда узнал об этом, потому что одно дело война и мир. Да, все-таки это война и мир. Да, это я помню, ругал одного нашего выпускника, который поставил спектакль по рассказу Чехова по прыгуни. Я говорю, прочесть рассказ, час, почему у вас спектакль 2.15? Откуда 2.15? Больше, чем в два раза длиннее получается. Вот, и обыкновенное чудо Лика Рула поставила еще, когда Геннадий Гладков был жив, и даже она его приглашала, и, к сожалению, вот так грустно, что его не стало, хотя, конечно, он прожил долгую и счастливую жизнь, но в некоторых случаях хочется, чтобы жизнь великих и замечательных людей продолжалась бесконечно. Вот тут, наверное, может быть, для кого-то надо напомнить, что Лика Рула это великая атрица мюзикла. Да, для меня Чикаго в постановке вот той еще на английском языке с Филиппом Киркоровым продюсером в Театре Эстрады, это было, конечно, открытие многих замечательных актеров, которые сегодня составляют свет вот всех мюзикловых программ. И, кстати, недавно мне нужны были места для наших гостей из, по-моему, Армении на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», я писал Богачеву, он говорит, у нас нету места вообще, я посмотрю там на завтра-послезавтра и в конце концов посадили там сколько-то ребят нас просились, приехавшие к нам на фестиваль, но мне было это приятно, то, что хороший наш мюзикл, да, с группой «Секрет», там, со всеми этими историями, что он тоже, ну, он уже не сразу так раскрутился, да, он тоже был это традиция, которая пришла, в общем, к нам оттуда, но она так прекрасно переродилась, и это не первый же мюзикл, который делают совершенно оригинальный на нашем материале, ну, Богачеву надо отдать ему должное, он с самого начала начал бороться за вот эту вот лицензию, которая позволяла режиссеру вторгаться в такой, ну, чтобы не заниматься просто вот этим копированием, да, и в итоге они в этом смысле шагнули далеко, и кто еще не был, тоже рекомендую театр мюзикла, пожалуйста, в Москве ходите. Григорий Заславский, ректор Гитиса здесь, в этой студии. Я театральный критик еще. Театральный критик, культурный обозреватель радиостанции, СТФМ, удивительное дело, Верин, радио, несмотря на все остальное. Потому что этот опыт, если так долго не садиться к микрофону, потом снова будешь его бояться, это нельзя терять. Да неужели же вы боитесь чего-то, Григорий. Нет, микрофона, я каждые недели все-таки выхожу в эфир. Так вот, я все пытаюсь как бы вот обобщить. Под Новый год все равно что-то напоминающее о прошлом. Пусть это будет «Русская сказка» или «Обыкновенное чудо», скажем, это тоже благодаря фильму Марка Захарова такая традиция тоже новогодняя. Это что-нибудь легкое. Ну, конечно. Ну, естественно, да. Все-таки я не очень верю в зрителей, которые 31 декабря, давай пойдем на «Грозу Островского». Вот не верю. Опять же, ну, ходили же на «Травиату», на «Балмаскарад». Ну, все-таки «Травиата» она такая. На «Доргомышского» хотя она там не очень весело заканчивается. Да, ну. Но все равно вот сейчас, ну, такой праздник. Обязательно должна быть комедия, скорее всего, что-нибудь музыкальное, «Водевиль». Да, у нас есть «Водевиль». Это «Водевиль» 1824 года «Хлопоту наледело мастера боится» и что мне еще нравится «Час пятнадцать». Вот я уважаю таких режиссеров, как «Погребничка», который вот ставит «Чевенгур». «Час десять». Вот это, конечно, такое уважение к зрителю, к сегодняшнему его, в общем, некоторые затравленности театром и желанию все-таки провести в театре какое-то время, но не... Не шесть часов. Не шесть часов. Хотя есть, мы знаем, есть хорошие спектакли, которые идут пять часов, но все-таки накануне Нового года лучше, чтобы это было не так. А я вот за то, чтобы накануне Нового года шел спектакль с антрактом. Потому что бокал шампанского в антракте, это... как? А как вы? Вот уж где традиция. Это моя любимая история по поводу того, что есть вот уже театры, в которые приходят зрительницы, зачекинятся перед началом или в антракте и уходят в антракте. Я недавно был в театре на Бронной на одном из новых спектаклей Константина Богомолова, и у него три действия и два антракта. Вот, думаю, человек уважает буфет. Вот Марк Ратульевич Захаров, он говорил, что я спектакль должен... И, кстати, говорит не только Марк Захаров. Я помню, как мы ездили к Леониду Фимовичу Хейфицу с двумя и опускниками, режиссером, и девушкой тоже режиссером, и она говорит, Леонид Фимович, я вот поставил спектакль в театре Ермола, пожалуйста, приходите, всего час-пятаясь без антракта. Он говорит, ну, без антракта это по молодости, от страха. Она говорит, почему мне так достаточно? Это по молодости, от страха. То есть, да, вот я представляю, геликонную оперу, черевички. Прекрасно. Да. И летучая мышь. Летучая мышь, рождественский бал, летучая мышь, летучая мышь. Так. Вот, опять же, я как... А, Титель придумал этот вот зимний вечер... В Ашамане. Да, в Ашамане тоже. Такая история, это просто, да, концертная программа, но с каким-то таким вот сюжетиком легким. Но, поскольку каникулы, и все эти каникулы, в том числе, это для человека, который работает вечерами в эфире, вечера обладают необыкновенной ценностью, потому что только вечером ты можешь пойти в театр. А когда ты работаешь... Я сейчас был, извините, просто был в Казани, и там премьера вышла, такая музыкальная комедия, называется «Ситцевая свадьба», действительно про то, как год-четыре семьи проживают, ссорятся, и, естественно, в конце три пары мирятся, одна все-таки расходится в соответствии с более-менее строгими религиозными правилами, потому что там жена изменила, то, что из четырех других семей в двух бужья изменяли, это можно простить, а вот жене простить нельзя, жестко оценивают все-таки традиционные общества, но иронизировать над этим точно не стану, и успех такой, что они ставят дневные спектакли, и вот на дневной, я был вместе с семинаром союз театральных деятелей, это пишущие о театре разного возраста люди, которые съезжаются из своих городов в какой-то выбранный нами, в данном случае, в Казань, и вот нам дали на дневной спектакль 840 мест, биток, и вечерний спектакль, но в Казани совершенно другие цены на билеты, вот самый дорогой билет 500 рублей, и это, конечно, с одной стороны, ты думаешь, всего там, сколько там, полный сбор, не такие большие деньги, а в Москве, естественно, мыслят другими категориями, но зато это другой срез зрителей, и намного более доступное, и намного получается более востребованное искусство театра. Да, но при этом, поскольку о Казани вспоминаем, я помню, как в Казани мне делали одно место на Шаляпинский фестиваль в Увереном театре с необыкновенным трудом, у меня был просто один день, я был в Казани, страшно хотел попасть, значит, там озаботились, и это было, правда, очень сложно, и в театре только что с люстры не свисал народ. Ну, здорово. Вот. Так я же все просвое. Каникулы заполнены легкими музыкальными, не знаю, спектаклями, щелкунчиками, а у меня вот это время, когда я, я бы хотел, лично я бы хотел посмотреть то, что мне недоступно в течение года. О, это беда, потому что я помню, как однажды числа четвертого января, а я же зависим от театра, естественно, я хочу ходить в театр, и тут, естественно, каникулы, я думаю, надо пойти из театра, ёлки, 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 и нету ничего. И, да, я же делаю афишу на Вестях ФМ, то есть делать афишу на 3, 4, 5, 8 января практически бессмысленно, ну, то есть можно делать кино, можно делать выставки, концерты, почти нет смысла, потому что, ну, какие-то, получается, католическая музыка до Нового года, да, они как бы уже дают свою рождественскую музыку, но делать концерты из одних какого-то католического Рождества тоже как-то нелепо. Здесь концертов нету никаких, но с концертами вообще сейчас проблемы большие, ты смотришь, что там в Малом зале консерватории, смотришь, что в Архмайенском, да и в Большом зале, и видишь, конечно, что пока не нашли выход из нынешней ситуации, дирижеров не хватает, там какой-нибудь прекрасный из молодых дирижеров, он просто сегодня с этим оркестром, завтра с другим оркестром, и востребованность невероятная. И театр можно просто пренебречь, потому что до восьмого числа в театры вообще не играют, и это, конечно, ужасно. С одной стороны, ты понимаешь, что театры откликаются на каникулярное время и пытаются сделать все хорошее, с другой стороны, я помню, как вот в один из годов, ну, просто уже невозможно, и первый спектакль, который я увидел, в афише это был Малый театр, восьмого они играли Мнимого больного, я уже точно пошел, уже больше десяти лет прошло, как с премьеры, одна актриса все-таки в одном месте не вышла, заблудилась, как потом выяснилось за сценой, и тогда ты понимаешь, может быть, театр и правы, что так строго относятся к выбору репертуара, здесь хотя бы на автопилоте они своего щелкунчика танцуют, а вот в каком-то другом, более взрослом репертуаре могут и заблудиться, и это был очень хороший спектакль, это же Новачевский, к сожалению, иногда какие-то мои знакомые, которые ходят на какие-то другие его спектакли, это уже, правда, хорошо, а счастье лучше, с досадой рассказывает о том, как спектакль теряет форму, и это, конечно, большая беда, в принципе, конечно, все равно режиссеры, тем более, если все живут в Москве, должны время от времени присматривать за тем, что выходит под их фамилиями, или бороться за то, чтобы все это осталось какой-то прекрасной легендой, и я к этому тоже отношусь, так что ты можешь рассказывать про какой-то спектакль, а с этого момента прошло несколько лет, и получается, что ты людям что-то рекомендуешь, опираясь на какие-то свои давние-давние-давние впечатления, а там уже и состава такого нет, недавно открыл какой-то сайт, и там фотография с артистом, которого, к сожалению, давно уже нет в живых, вот, он продолжает рекламировать, например, женитьбы в Театре Маяковского, слава богу, живы, и Костолевский, и Филиппов, но они уже очень много лет в этой женитьбе не играют, и, конечно, то, что наши вот эти вот сайты, которые продают билеты, они не считают нужным как-то соответствовать нынешним реалиям тех спектаклей билетных, которые продаются, это, конечно, ну, потому что одно дело, там, например, они играют, там в одном составе не играют, в другом составе не играют, здесь уже давно этого состава не существует, ну, как-то надо, надо ответственнее к этому относиться. Ну, резюмируя... В отличие от Баланчина, который к этому относился, соответственно, да. Резюмируя, от нас с вами, уважаемая аудитория, зависит, что будут играть театры, если мы все-таки будем с большим энтузиазмом покупать билеты на ночь перед Рождеством или на Черевичке, чем на Щелкунчика, то театры пойдут, у нас на поводу, тут у меня никаких сомнений нет. Я взываю к руководству театров, можно выделить хотя бы пару вечеров в новогодние каникулы, чтобы сыграть те серьезные спектакли, которые вы, как правило, играете, тоже там среди недели, не выносите их даже на выходные, для того, чтобы те люди, которые хотят попасть к вам, все-таки смогли это сделать. Кстати, можно я скажу, что я вдруг посмотрел, что у нас вот за новогодний репертуар все-таки отвечает, получается, вот именно новое направление мюзикла на факультете музыкального театра, потому что те спектакли, которые мы даем, это или курс мастерская Лики Рулы, или мастерская опять Лики Рулы, или мастерская Дмитрия Белова, тоже такого большого специалиста по мюзиклам, если вы помните, именно он стоил продюсером в Театре Цитара, и это было очень хорошо. Я рекомендую всем, кто хочет посмотреть живое, настоящее искусство учебной театры ГИТИСа, ректор ГИТИСа, Григорий Заславский, театральный критик, культурный обозреватель нашей Редостанции сегодня здесь, в этой студии, вместе со мной. Спасибо большое, Григорий. Спасибо, Володя. Я так давно не виделся и с таким удовольствием поговорил. Спасибо. Спасибо, тоже получил удовольствие. Всех благ в новом году. Спасибо огромное. Да, спасибо.